Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. На проекте был массовый приход. Пришло семь парней и четыре девушки. Познакомимся с некоторыми из них. Ирине 22 года. Она из Волгограда. Пришла к Никите Кузнецову. Маше из Минска. Нравится Захар Саленко. Роману 18 лет. Он из Питера. Пришел к Марине Африкантовой. Далее Фил. Ему 22. Парень из Владивостока. Пришел к Лере Фрост. Два Алексея из Минска. Одному 25 лет. Он пришел к Лизе Трианда Фелиде. Другому 24 года. Ему нравится Мэри Кулешова. А покинули проект. Два участника. Анна Копчикова и Искандер Гельмулин. Юлиана Богомолова сомневается, стоит ли ей быть вместе с Никитой Шелюковым. Девушка утверждает, что между ними ничего не было. Несмотря на то, что они проснулись в одной комнате после того, как переусердствовали с алкогольными напитками. Богомолова счастлива, что получила награду на финале школы актерского мастерства. Она победила в номинации «Лучший танцор». Журнал «Дом-2» рассказал историю Вальтера Соломенцева. Жена Вальтера была проституткой, потом она пошла в храм и там отмаливала грехи. Там же и познакомилась с будущим мужем. Вальтера отлучили от церкви за блуд. Прихожане его любили и до сих пор ждут его возвращения. Облудил он с Олесей Лисовской, еще в то время, когда был глубоко женат. Они жили вместе в общежитии в ГИКа. Ольга Рапунцель рассказала, почему не спешит заводить ребенка. У меня есть страхи, говорит она. Очень важно, чтобы было свое жилье. Поэтому мы начали копить на квартиру в Москве. И вообще, хотелось бы еще годик пожить для себя. Ирина Донцова поделилась подробностями своей личной жизни. Со своим первым мужем она познакомилась, когда ей было 17. В наше время, рассказывает женщина, не было интимной близости до брака. Нам даже целоваться публично было неловко. Моим первым мужчиной был папа Майи. Саша Габозов рассказал о расставании с Алианой Устиненко. По его словам, он оставил жене сетевой бизнес и машину, и не претендует на ее квартиру. Их сын Роберт остается то с мамой, то с папой. Девушки у него нет, несмотря на слухи. А Наталья, с которой ему приписывают роман, просто приезжала на одну из посиделок. Они общаются по-дружески. Либерж к Падону мечтала принять участие в шоу «Голос», но ей не прислали вызов на кастинг. Видимо, она не подходит для этого проекта. Но Либерж обещает поклонникам, что все равно будет петь. Вика Романец похвасталась в Инстаграм шикарным букетом роз. Она уверяет, что это не фотосессия с букетом, который она сама себе купила или заказала в аренду. «Вам что, никогда цветов не дарили?» – пишет она. Дмитрий Тарасов выкладывает совместные фото с Анастасией Костенко. Тарасов отметил годовщину отношений с Костенко, признавшись ей в любви. И сделал это в том самом ресторане в Дубае, в котором делал предложение Бузовой, и где супруги отмечали годовщину совместной жизни. Все снимки сделаны на фоне того самого аквариума. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.